Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Поздравляю вас с праздником, с Днём Учителя. Ну что ж, поговорим о гражданско-патриотическом воспитании детей и младшего возраста. И сегодня тема «Новые ориентиры. Времена меняются, акценты меняются и способы их достижения». Ну что ж, посмотрим. Во-первых, я считаю... Кстати, здесь, наверное, присутствуют в основном преподаватели младшего звена. Интересно, кто присутствует. Напишите. Вы преподаватели, зауч, замдиректоры, психологи, кто будет интересно познакомиться, с кем мы общаемся. По ходу, пока я буду говорить в чате, представьтесь. Итак, гражданская позиция педагога очень важна. Дело в том, что события, которые сейчас происходят, в некоторых людях вызывают противоречивые чувства, противоречивые убеждения. Вот пока у вас внутри противоречия, вы не можете ничего дать ребёнку. Прежде чем дать детям какие-то вещи идейные, вы должны быть абсолютно в этом, в согласии с самим собой. То есть найти точки, в которых вы абсолютно согласны. Всегда великие умы во все времена. Где-то соглашались с правительством, где-то не соглашались. И это нормально, в этом нет ничего ненормального. Именно вот этот дисбаланс ведёт к развитию. Если бы всё было в согласии, в государствах была бы стагнация, не было бы развития. А развитие происходит, когда получается вот такой дисбаланс. И очень важно, чтобы внутри вас было согласие относительно тех моментов, которые вы высказываете с детьми, выражаете. Дальше. Очень важно, чтобы не было фанатизма. Потому что партия сказала, подняли флаг и пошли вперёд. Это фанатизм. Это тоже отталкивает людей. Многих отталкивает. Так, я вижу, у вас много у нас библиотекарей сегодня. Методист, старший воспитатель, воспитатель. Ну, здорово, коллеги. И вот, наша задача, чтобы... Ещё разочек сейчас, в первой части мы перетрясём наше убеждение, чтобы прийти к пониманию. Я не буду навязывать никаких убеждений. Я просто буду предлагать вам самим внутри себя провести вот этот небольшой аудит. И должно быть осознанное чувство восприятия Родины и любви к Родине. Потому что патриотизм – это любовь к Родине. Что сделать? Как можно детей приучать? Навязать или привить? Здесь у меня навязать с вопросительным знаком. Мне кажется, в Советском Союзе, Советский Союз распал. Одна из причин была ещё и то, что идея патриотизма была навязанная. Если в первые годы люди боролись, они участвовали в этом, они любили. Вы можете со мной быть не согласны в этом пункте. Я просто предлагаю мысли к обсуждению, к обдумыванию. Насколько получится обсудить – обсудим. Нет, просто подумаем. Если в первые годы люди сражались, сами пытались что-то делать, и для них это было ценно, то следующее поколение, особенно последние 70-е, 80-е годы, мы принимали данность то, что есть. И патриотическое воспитание было обязательно, когда, если вы купите песенные сборники, зайдите в библиотеку, откройте, там первые песни про Советскую Родину, про Ленина и так далее, а потом только все остальные песни. И это казалось любой литературой. Вот это было навязанное. То, что было навязанное, не приелось, не приелось. Но можно любовь к Родине привить. И мы сейчас будем рассматривать, как это можно сделать. Ну, как говорят, насильно, мил, не будешь. И Родину насильно любить невозможно. Так, каков путь любви? И вообще, как любить Родину? И что такое Родина? Из чего она состоит? Ну, Родина для маленького ребенка – это непонятная какая-то вещь. Да, мы можем для себя сказать, ой, это мое детство, это домик, где играла. Родина – вот это большая, огромная страна. А вот как маленькому ребенку, там, 3, 4, 5, 6 лет, 8, 9, 10 даже лет, объяснить, что такое Родина и вообще зачем ее любить. Вот смотрите, для себя я вывела вот такое определение. Что такое чувство Родины? Вообще, что мы называем Родину? Это накопление впечатлений и знаний об окружении, местности, в которой мы родились, выросли и проживаем. Проживание, чувств и эмоции связаны с этим, с этой местностью. Я понимаю, есть люди, которые родились вдали от своей Родины, жили, может быть, детство провели вдали от нее. Тогда у них чувство Родины двоякое, у них как бы две Родины, и то, и это. Я армянка, я родилась в Армении, моя первая Родина Армении, но Россия – моя вторая Родина. И в какой-то момент пришло это ощущение, не с первого раза, а после многих лет проживания, когда я прикоснулась к этой местности, к людям, к историю, к искусству. И в какой-то момент во мне это щелкнуло относительно России. Относительно своей Родины, там, где я родилась, это естественно впитывается. И что такое чувство Родины? Из чего оно состоит? У каждого оно свое. Вот для меня это накопление впечатлений и знаний. И на основе знаний рождаются какие-то эмоции. А что такое Родина? Это люди, которые там проживают. Это природа, которая окутывает окружение, улица, архитектура. Это правительство, это государство, которое имеет определенный свой контур, свою направленность, свою идеологию. Это историю со всеми традициями, будь то материальные, нематериальные ценности, которые идут. И эта культура, вот из всего этого состоит Родина. Удали одно из этих звеньев Родины не будет. Здесь еще много всякого можно добавить, чтобы почувствовать, что такое Родина. Потому что Родина – это совокупность того, что мы проживаем внешне и внутренне. Внешне – то, что на нас воздействует. И внутренне – то, как мы воспринимаем все это наружу. И определим, это мы проговорили, что такое Родина. А что из себя представляет любовь? Любовь – это чувство, свойственное человеку, глубокой привязанности. То, что в словаре написано. И устремленность к другому человеку, объекту, чувство глубокой симпатии. Для меня же любовь – это самое естественное состояние человека, заложено его ДНК. Бог есть любовь. Изначально, когда ребенок рождается, он на мир смотрит с любовью. У него других эмоций, чувств, кроме как любовь, не существует. Даже есть такое наблюдение психологов, что то, что ребенок видел в своем детстве до 3-4 лет, для него называется словом «любовь». Абсолютное любое чувство. И получается, если родители ругались между собой, это тоже проявление любви. И вырастая он в своих отношениях, ищет то, что его мозг зафиксировал как любовь. Если там все гладко, нет этих борений, стычек ссор, ему кажется, что там нет любви. Почему? Потому что в детстве запечатлевалось это чувство. Все, что происходит, равняется любовь. Для ребенка любовь изначально самое естественное состояние. Другое, что мы сюда вносим, другие оттенки. Так, Дмитрий Базилевич, здравствуйте. Мы с вами очень часто на вебинарах, если встречаемся, то у нас получается дискуссия. Не будем углубляться в дискуссии, поговорим о любви. И что же получается? Как может быть с любовью то, что родители ругаются? Вы понимаете, у ребенка, это Розалия Рауфовна, запечатлевается автоматически, что так должно быть. Он еще не знает других видов отношений. Это мы взрослые можем взять и переанализировать. А для маленького ребенка то, что он увидел. Папа улыбнулся? Это любовь. Мама улыбнулась? Любовь. Покормили? Это любовь. Маму поругала, ребенок идет и цепляется. Мама ругает, а он коленки обнимает. Это тоже любовь. А потом выросло поколение, которым не привыкли. Да, смотрите, очень интересную фразу поставила Светлана Браташева. Потом выросло целое поколение после Советского Союза, которому не привели чувство патриотизма. Смотрите, самые первые слайды, о чем я говорила, что у нас в голове должно быть согласие и понимание. Только тогда мы можем объяснить любовь к родине, ребенку. Если в нашей голове бардак, то или несогласие, или какие-то внутренние перипетии, мы не можем привить никакую любовь никому. У нас должна быть внутри себя определенная вера. Итак, все, что не дает человеку чувствовать естественное чувство счастья и удовлетворенности, рождают другие чувства. То есть, если нет любви, от нелюбви рождаются другие чувства. Грусть, разочарование, даже восхищение – тоже колебание. То есть, любовь, можно взять это нулевое или идеальное состояние человека. Задача всех других чувств и ощущений – вернуть человека в состояние любви. Любви к себе, любви к родине. Вообще, внутреннее состояние любви. Если взять, то есть различная любовь. Любовь, эрос, агапе – это греки различали степени любви, виды любви. Агапе – это безусловная любовь. Когда ты любишь просто там, эрос – это эротическая любовь. Там есть другая любовь к матери, конечно же, она отличается. Итак, как мы приходим к любви? Как можно ребёнку привести к любви? Во-первых, через познание. Когда мы познаём что-то. Невозможно любить что-то, то, о чём ты не знаешь. Если ты это не познал, ты не можешь его любить. У тебя нулевое ощущение к этому. Когда мы проявляем заботу. Чем больше мама волнуется за ребёнка, тем больше она любит его. Тем больше она эмоционально, энергетически связана с объектом. Когда мы о ком-то заботимся, проявляем заботу, мы чувствуем силу и чувствуем любовь. Причастность. Причастность даёт этой любви задержаться. Потому что этим ощущением сдерживаться, накапливаться. Если мы что-то совместно делаем, они не просто вот познали, вот котика во дворе увидели, ой, какой хороший, познали, приласкали, покормили, да, и ушли дальше. Мы его будем любить? Нет, оно забылось. Но если каждый день, причастны мы к этому регулярно, каждый день, у нас возникает любовь. Я говорю о котёнке. То же самое, любовь к человеку возникает таким же образом. Недавно я услышала в интервью, не могу сказать имя человека, но он сказал потрясающие мысли, которые немножко заставили меня подумать. Он говорит, мы сейчас совсем неправильно живём. Люди любят потом жениться. Раньше было по-другому. Они выходили замуж, создавали семьи, заботились друг о друге, и на основе заботы у них порождалась любовь. А сейчас как? У них влюблённость, это ещё не любовь. Вот расшифровка. У них влюблённость, они создают семьи, и каждый требует сам себе, не заботясь о другом. И любовь уходит, это ощущение быстро уходит. А надо, то есть здесь забота и сопричастность, когда общие идеи, общие дела, общие какие-то прогулки, сопричастность мыслями, идеями, на уровне сердца и на уровне тела, содействие вместе. Мы приходим к чувству, которое называется любовь. Не влюблённость, не что-то такое. И вот идёт любовь. Согласна, симпатия как бы первый шаг, но любовь глубокая приходит после познания, когда мы узнали человека, какой он изнутри. Не только верхняя симпатия, это ой, лицо красивое. А когда мы познали человека, как он думает, как он чувствует, какие у него идеи заложены, как он двигается, вот это проявили уже остальные. А если мы говорим о родине, мы вначале должны познать эту родину. Что это такое? Мы родину познаём частями. Я сказала, родина разная бывает. Это люди. Я влюбилась в Россию благодаря композиторам, которые здесь творили, художникам, которые рисовали. Как только я начала глубже узнавать их, я полюбила ещё больше. Я много в этом году путешествовала и благодаря путешествиям полюбила историю, насколько она интересна и настолько она глубока. И каждое глубокое познание в эту копилку любви добавляло свою горсточку, можно сказать, забота. И когда я с заботой рассказываю, например, ученикам об этих великих людях, они чувствуют, я хочу поделиться этими знаниями. Это забота о них. И причастность во мне рождается и передаётся детям. Забота о том, чтобы сохранить эту красоту. Сохранить, например, чистоту внутри того же садика, класса. Там цветочки рабу стут на подоконнике. Разве это не осколок или частица Родины? Это маленькая частица Родины, о которой мы заботимся, проявляем и видим, как это растёт, цветок растёт. Видим, как цветут деревья. Если мы обращаем на это внимание, мы сопричастны к тому, если обращаем внимание, уже сопричастны, мы начинаем это больше любить и больше понимать. Итак, у нас два ориентира. Привить. Есть два ориентира. Привить и быть сопричастными. Когда мы прививаем, это с интереса. Вызывает ребёнок, видит, вызывает интерес. О, как интересно. Мы задаём какую-нибудь загадку. А смотри, цветок ты приходил с утра, ты видел, он был закрыт. Смотри, какой синий он открылся. А почему цветы с утра пораньше открыты или наоборот? Например, цикорий в этом году в 8 часов утра я вышла, он такой открытый. А днём приходило к часу, он уже закрытый. Он жару не терпит, он закрывается. А в 8 утра такие красивые цветочки. И вот интересно же, и начинаешь изучать. И вот интерес вызывает удивление. Удивление, восхищение и желание быть сопричастным. Каждый день выходить и смотреть на эту красоту. Может, поливать, убрать сорняки или что-то делать. Дальше. А сила сопричастия что даёт? Вот смотрите, это получаются этапы. Вначале интерес, удивление, восхищение и желание быть сопричастным. Это мы прививаем. Прививаем. Но любовь к родине укрепляется в другой момент. Когда мы сопричастны. Когда мы что-то делаем. Когда ребёнок что-то делает, он чувствует свою силу. И чувствует свою самость, себя внутри системы, себя рядом с этой системой. Тогда рождается творчество, творческая мысль и содружество. Вот, друзья мои, не спорьте. Я изначально сказала, что любовь совершенно разная. Этим одним словом мы называем разные ощущения. Любовь эрос, эротическая любовь. Любовь сторги, более стройную матери к ребёнку. И любовь, может, я ошибаюсь насчёт сторги. Агапа – это безусловная любовь, в которой мы любим родину, мать, родину, любим Бога. Совершенно разные. У нас слово одно, а значение огромное количество. Мы книгу по-своему любим. Да, я люблю мороженое. Но это же не только, тоже как я люблю человека. Совершенно разные. Итак, оставляем эту тему. Перейдём к познанию. Как ребёнок опознает что-то? Для ребёнка очень важно познание закрепить всеми сенсорами. Какие у нас сенсоры? Слух, зрение, ощущения вкусовые, тактильные. Должна быть понятная история, связанная с объектом. Мы можем о людях рассказать. Мы можем рассказать исторические события. Сказку рассказать. Сказочные герои. Сказочные герои носят в себе генетический код нации. Код нации содержат в национальных сказках. Поэтому, например, сказка «Золушки» – это не русская сказка. Это европейская сказка. В нём нету генетического кода. Вот, Сторги. Дмитрий Базилович, спасибо. Понятная история, связанная с объектом. Должна быть. Мы рассказываем историю. И обратите внимание именно на сказки. Кстати... Ладно, не будем отвлекаться. Прослушивание народной инструментальной музыки. Почему и песен тоже. Инструментальная музыка, где воздействует на интуитивном уровне звуки, тоже раскрывая внутренний генетический код, национальный код, национальные особенности. Я, например, мне сложно слушать рок-музыку, там тяжёлый металл. Но национальную музыку разных народов мне очень легко слушать, потому что она естественная. И, конечно, тактильными ощущениями. Когда ребёнок лепит, рисует, пишет, прикасается ко всему этому пальцами, он телесно закрепляет. И мы включаем сюда и двигательный элемент, с помощью которого всё закрепляется. Забота. Вот мы сказали, что любовь, познание. Мы первые там познание, и теперь глубже рассмотрим, что такое забота. Забота о ком-то или о чём-то даёт ощущение внутренней силы. Почему? Я сильная, поэтому забочусь. Я могу, поэтому забочусь. Потому что если бы я была слаба, я бы не могла заботиться. А если я забочусь о ком-то, я становлюсь сильнее. И для ребёнка это даёт, раскрывает его внутренний подсенциал и даёт стимул к взаимодействию. Почему дети обожают котёнков, собачек, вот этих маленьких. Потому что рядом с ними они чувствуют себя большими. Вот маленького котёночка он взял в свои ладошки. Ох ты мой маленький, хорошенький. И он чувствует себя большим. Я могу о нём позаботиться. Я могу его накормить, поиграть с ним. Это даёт внутреннюю силу. Когда раньше были большие семьи, в которых дети разных поколений, друг другу старшие и младшие, друг о друге заботились. Сейчас в большинстве семей один, два, три ребёнка. Это хорошо ещё, если они друг за другом, скажем, разница в два, три года, три, четыре года. Ну это нормально, мама восстановилась уже может. А когда разница в десять лет, ну это как будто один ребёнок. И между ними нет промежуточных этапов. А то и бывает сейчас, что ребёнку двадцать, и мама только родила второго ребёнка. Таких историй много. И хорошо, что есть ребёнок, человек родился, это великолепно. Это однозначно хорошо. А вот то, что часто вот этот объект здоровья, заботы, объекта здоровья, заботы нет. Это не даёт ребёнку развить в себе определённые качества. Итак, говоря о родине, о любви, мы начинаем заботиться. И вот почему это капуста, рисунок капуста? Потому что личность человека раскрывается постепенно. Каждый раз, проявляя заботу, он раскрывает сам для себя, во-первых, а потом для окружающих свою внутреннюю личность, свои способности, своё умение, свою силу. Поводы для заботы в детском возрасте. Что может быть? Это уход за растениями на подоконнике или где-нибудь, когда они регулярно за ними присматривают. Кто-то за каким-то объектом закреплён. Может, не постоянно, а времени. Вот в этом месяце или на этой неделе ты ухаживаешь за этими цветами. На другой тот записывает, наблюдают. Могут вести дневник наблюдений, если это школьники. Они записывают, когда поливали растения. Там есть график, потому что для каждого растения определённо какое-то растение надо поливать ежедневно, а другой раз в месяц. И вот это уважение к личности растения, к природе растения, приводит к пониманию, что люди тоже бывают разные. И надо уважать их разность. Вот это очень интересная мысль, которая автоматом закладывается в сознание, когда они начинают это делать в отношении каких-то других объектов. Растения, животных, живой уголок. Для маленьких детей, для школьников тоже и в саду убрать игрушки на свои места. И объясняет учитель. Это забота о том, чтобы их потом легко находили другие. Раз. Второе, чтобы игрушки не портились. Забота об игрушках. Вытирать пыль с полки. Это простые вещи, которые можно давать делать детям. Конечно, пыль лучше, если убирает работники заранее, потому что есть ещё вопрос аллергии. Но даже если без пыли ребёнок берёт и тряпкой вытирает, он внутри себя осознаёт, как заботу дополнительно чистит. А если они ещё и наследили там пальцы следов, труд, чтобы это чисто было, красиво было, убрали за собой карандашики, листочки, всё остальное. Что мы делаем? Мы проявляем заботу. Проявляем заботу о себе, о своём окружении. И в чём-то помогли, скажем, работнику. Причастность – это групповые мероприятия, занятия, хороводы всякие, мероприятия, которые мы проводим, прогулки во дворе, командные игры, футбол, баскетбол, пионербол, не знаю, всё, что командные игры даёт детям чувство причастности. Это общие мероприятия. Помощь в столовой. Помощь в столовой можно рассматривать так же, как и воспитательный акт, когда по очереди приходят, собирают. Не то, что «А почему я должен убрать?» Для этого там есть человек, который зарплату получает. Да, он зарплаты получает. А мы учимся понимать чужую работу, чтобы ценить его. Она зарплату получает после того, как ты уходишь, убирает много вещей ещё, и там есть внутри кухни работа, которую она успевает делать. Но сейчас убрать со стола и повезти туда, и сделать это аккуратно и красиво, уважая другого человека, чтобы следующий этап труда тоже был комфортным. Это уже тоже приводит к чувству причастности. От того, как я уберу эти тарелки туда, поставлю, в каком виде я их расставлю, это тоже имеет значение. Любое действие. Почему? Потому что после меня его возьмёт следующий человек. Если я являюсь частью общей цепочки, моя значимость чуть-чуть увеличивается. И создание интерьерных украшений. Почему? Потому что, когда вы сделали интерьерные украшения, какой-нибудь, и повесили у себя дома или прямо в классе, в комнате, в которой дети занимаются, они приходят и видят, и каждый раз видят, что то, что они сделали, сделало пространство более уютным, красивым, интересным. Вот примеры интерьерных украшений из природных мастериалов. Друзья мои, здесь шишки, обычные шишки, которые можно собрать. Почему? Природные материалы, когда дети просто видят шишки, ну, мусор там валяется, а взяли шишку, кинули в воду, она вся собралась, эта шишка сорвана из дерева, она живая, потом высыхает и раскрывается. Как это происходит? Вот когда это удивление, интерес, а потом можно порезать, а давайте из него сделаем что-то. Порезали, смотрите, он как цветочки. Покрасим, покрасим, взяли и покрасили. Это не просто развитие моторики и так далее. Смотрите, какая красивая шишка. Одна на другую не похожа. А посмотри, у того дерева такая шишка, у этого дерева такая шишка. И идет изучение развития. У сосны одна, у ели другая, у кедра другая. Да, сорт сосны поменялся, уже другие шишки. Мы смотрим. Из листьев осенних, сейчас как раз осень, прекрасная пора. Можно собирать вот эти красивые композиции из листочков. Можно делать целые украшения разные. И вот что получается? Афоризм блока. Чем больше чувствуешь связи с Родиной, тем реальнее, охотнее представляешь ее себе, как живой организм. То есть все эти действия производятся для того, чтобы чувствовать Родину, как реальный, живой организм. Не эфемерная Родина, Отчизна. Непонятно, что это. А чтобы было конкретное. Конкретное. Вот это связь, понимание. Когда ты чувствуешь и представляешь его как живой организм. У нас есть гражданская позиция. Я называла это гражданская позиция. Потребители и производители. В чем-то мы потребители, в чем-то производители. Но мы учителя. Где мы потребители? Когда мы идем в магазин, покупаем готовый хлеб, одежду, здесь мы потребители. Идем в кинотеатр, мы потребители. Но когда мы с ребятами занимаемся, учим чему-нибудь, мы здесь производители. Производители разных ценностей. Можно быть производителем материальных ценностей, можно духовных, можно культурных, умственных. Ученые производители умственных ценностей. И что же из этого выходит? Потребитель – это пассивная позиция. А производитель активная. Но они друг от друга вытекают. Невозможно без первой части, не будучи, потребителям невозможно производить. Художники пишут удивительные, красивые картины. Откуда они пишут? Они вначале берут этого природу. Они видят, восхищаются. И только потом не производят картины свои, работы, которые они пишут. Писатель, откуда он берет? Он же наблюдает за людьми, берет оттуда. Он вначале поглощает эмоции, мысли, истории, сюжеты. А потом их воспроизводят. То есть любой производитель. Самолет как создали? Следили за птицами, стрекозами и так далее. И по аналогии сделали эти крылья, которые летали. И получается, что обе эти роли важны. И одно следует из другого. И чтобы стать производителем, нам надо стать качественным потребителем. Потребитель что делает? Слушает, смотрит, наблюдает, получает эмоции из внешних источников. То есть внешнее воздействие посмотрел и критикует. Если на этом этапе остановиться, это будет критиканство. Это хорошо, это плохо. А если человек на этапе критики не просто критикует, но и анализирует, то он начинает думать о том, как воспроизводить. Производитель воспроизводит то, что он делает. И уже на этом этапе или до, или после, и до, и после, правильнее будет сказать, он анализирует. Анализирует, как сделать, а потом анализирует, как лучше сделать. На основе накопленного опыта. Он трансформирует то, что есть. Он создает, и его чувство возникает уже изнутри. Если потребитель получает эмоции от внешних воздействий, вот сейчас у нас, почему жалуются, что дети с телефонами сидят, потому что в руках, с телефоном в руках, когда ребенок только смотрит интернет, да и взрослые тоже. Мы потребители, мы получаем эмоции только из внешних источников. А когда сам он создает, он начинает чувствовать изнутри. И вот это чувство, я смог, у меня получилось, это ж так красиво, это ж так интересно. У него изнутри зарождаются эти эмоции, он начинает транслировать эмоции. Задача производителя транслировать эмоции, впечатления. Мы одеваем красивую одежду, для чего? Не просто теплую, чтобы согреться, но еще и хотим модные. Для нас модная одежда дороже, чем просто теплая. Почему? Потому что это транслирует эмоции. Модная сумка дороже, не столько из-за качества, столько из-за того, что это выражает еще какую-то эмоцию. Получается, что эмоциональная сфера, она выше рангом, чем просто материальные ценности, эмоциональные ценности, уже дальше мы пойдем, духовные ценности, имеют большую ценность. Путь создателя. Потребитель приходит к создателю, собирает впечатления, анализирует, воспроизводит, преобразовывает. А давайте это посмотрим более подробно. Собирает впечатления. Каким образом? Слушать, смотреть, трегать, нюхать, собирать. Просто собирает. Даже артисты, они эмоции собирают, они наблюдают за людьми, они внутри себя. Ага, я это почувствую. Так, вот как это. Ладно, я подумаю. Все, он свою копилку эмоций оставил. И потом ему на сцене, в кино приходится преобразовать и доставать из своей копилки образ, который характеризует эти эмоции, эти чувства. Анализирует. Это обработка полученной информации и систематизации. Хорошо, плохо, большой, маленький, тяжелый, слабый, там, мягкий, твердый. То есть мы все, что потрогали, можем анализировать. Потрогали, почувствовали. Вот это подходит, это не подходит. Даже листья обычные, которые дети собирают вот осенью, чтобы сделать какую-нибудь композицию. Вот это кленовые, это дубовые, это лиственные какие-то другие. Смотри, вот здесь листочек такой, здесь такой, здесь такой. Сортировка, систематизация тоже идет. Дальше идет воспроизведение. Это пение, чтение стихов, танец, рисование, инсценировка. Дети рисуют, они что-то сочиняют, что в начале взрослый показывает, как рисовать, и они повторяют это. Следующий этап перерабатывает. Это выразительное, осмысленное исполнение. Вот все, что было в воспроизведении, если оно не механизированное, а выразительное, осмысленное, уже оно такое, потому что прошло этап переработки. Мы можем петь «люблю я свою родину», «солнышко сияет», все прочее, но пока это не переработано внутренне, не осмысленно, это ни о чем. Это механистическое воспроизведение. Это важно осмысление, когда мы ребенку объясняем на понятном ему языке, на понятных ему примерах, что это и является, и создает только после этого, создает нечто новое. У детей это идет спонтанная импровизация. Если взрослый человек должен вначале анализировать, спланировать, спроектировать, на бумаге, в голове подумать, у ребенка он моментально рождается, потом он начинает конструировать, учится тому, что более сложные вещи надо конструировать. И здесь идет этап созидания. Чуть-чуть хочу отодвинуться от темы, мы вернемся сюда обратно, помните притчу о ребенке с зонтиком? Что это за притча? В одной местности несколько месяцев не было дождя, был плохой урожай, люди молились и вызвали старца, попросили, сказали, ты умеешь призывать дожди, пожалуйста, сделай так, чтобы нам пришел дождик. Он там три дня молился и сказал, поднимитесь, теперь я сделал все, что надо, теперь вам надо подняться на гору и все мы вместе вот прочесть эту молитву или что-то и дождик придет. Все люди поднялись на гору и только одна девочка с зонтиком. Я спрашиваю, зачем ты с зонтиком? Может, дождик зовет, сейчас дождик пойдет, намокнем. Только этот ребенок верил в то, что придет дождь. Все остальные не верили до конца в то, что будет дождь. И дождь пошел и старец сказал, благодарите этого ребенка, потому что только благодаря ее вере из всех вас неверующих единственная ее вера была мощной. Она была настолько согласованной, не было противодействия. И у нее не было сомнений, что дождь придет. Дождь должен прийти. Мы же идем молимся, мы же просим. И наши молитвы будут услышаны. Вот эта идея о том, что притчи на пустом месте не сочиняются. В каждой притче, как бы мы сознавали, не сознавали, есть истина. И смотрите, появилось очень много литературы, очень много, и это не просто популярная литература. Вначале это эзотерика, которая раскрывается как эзотерическая литература, потом ученые находят доказательства всему этому. коллективная концентрация внимания увеличивает результаты. Так вживновляли в крыс анализаторы какие-то, и их в отдельности обучали чему-то. И поскольку они были взаимосвязаны, они обучались быстрее, если их было несколько штук. Каждый в отдельности не мог обучаться долго. Обучение проходило намного долго. И получилась, пришла такая идея, начали наблюдать за людей, что в коллективе, в группе люди учатся быстрее, усваивают информацию лучше. И когда коллектив работает в согласии, у них результат намного больше. Появилась идея синергии, что в синергичном коллективе один плюс один, не два, один плюс один, это одиннадцать. Если два человека вместе делают что-то, у них результативность не в два раза больше, а в одиннадцать раз больше. Но может быть не в одиннадцать, это как бы условно один-один рядом поставили, но то, что коллективный труд двух или трех людей увеличивает результативность в разы, нежели бы они действовали по одиночке, это факт. Вторая важная мысль, это что направленность мыслей корректирует действия действия и концентрирует внимание человека. Если я думаю, если я уверена, что я вот это хочу, я делаю соответствующие действия. Если я сомневаюсь, я не делаю этих действий. Виолетта Волченко говорит, что в три раза, то есть были исследования где-то в три раза, где-то в семь раз, по-разному сколько там считается. не случайно есть в Библии, в духовной литературе, там, где двое молятся в согласии, эта молитва до меня доходит, то есть это желание не одного человека, а в двух, потому что они должны быть в согласии, когда они в согласии, а не противоречат, то сила мысли увеличивается. и представим, перед нами чистые дети, как эта девочка с зонтиком, которых в голове пока критическая мысль не сильно развита еще, они еще не научились критиковать и не верить, и если им говорят о чем-то хорошем, они начинают в это верить. Их мысли создают энергетическое поле, ноосферу, влияют на ноосферу, а ноосфера это чисто научное мышление, это идея Вернадского, не только, что вокруг Земли существует некая сфера, куда собираются все эмоции, мысли и возвращаются обратно. Если мы туда посылаем положительные эмоции, то положительные идеи возвращаются на Землю. И здесь я привела литературу, которую, если вас эта тема заинтересует, это Вадим Зеланд, русский автор Невил Годдард, Джон Кехо, Джо Диспензе, люди, которые написали о силе мысли. В Соединенных Штатах количество миллионеров, богатых людей резко выросло после двух книг. Один автор это Джон Кехо, другой Наполеон Хилл. Наполеон Хилл написал о деньгах, как зарабатывать, меняя мышление, а Джон Кехо написал, насколько важны мысли людей. И люди, почитав эти книги, поверью, им очень сильно поменяли мышление. Когда мы думаем, вот мы хотим, чтобы было хорошее что-то, мы же говорим, ну не будет же так, ну там же будут препятствия, ну как может, гладко же не может быть. Ребенок, если говорит, будет вот так, то будет оно. Он верит в это абсолютно точно. И ребенок, маленькие дети в детском саду, в школе могут внести огромный вклад в мир, в нашу родину силой своей мысли. Смотрите, я сейчас говорю какую-то нестандартную вещь, почему сегодня наша тема называлась «Новые ориентиры и новые способы». Давайте признаемся, что коллективная мысль имеет огромную силу, а чистейшее видение детей еще более сильное. И дети могут совместно видеть лучшее видение будущего, они могут совместно создать картину, какую-то картину. И каждый день добавлять туда элементы. Лучший садик, лучший город. Смотрите, чем отличается. Мы часто конкурс рисунков объявляем. Каждый ребенок рисует свое хорошее, но эти хорошие, они разрозненные, они не коллективные. А что, если мы сделаем общий рисунок и будем обсуждать? Вот ваша группа, в вашем классе там 20 человек, 15 человек, 30 человек, но они строят что-то общее и приходят к единому и начинают в это верить. Мир во всем мире, мы же можем это рисовать, что люди живут в согласии. А чтобы был мир во всем мире, нам что нужно? Изобилие, потому что для того, чтобы нарушить мир в мире, надо довести людей до отчаяния, убрать у них изобилие, чтобы они весь день были заняты материальными ценностями и у них не было бы времени на то, чтобы посмотреть на красоту и насладиться природой. Той самой простой вещи, которой ничего не стоит. Природа. Солнце, которое светит, воздух, который ты проходишь с утра и видишь, дерево, которое растет под окном. Это самое красивое, и самое восхитительное, и самое успокаивающее для человека картина. И дети могут это сделать. Но давайте подумаем то, что вот в том плане дети у нас как раз созидатели и творцы. Если вы сможете придумать, как это сделать, предложите общие идеи, это просто. Давайте напишем сказку, а потом эту сказку будем инсценировать. пусть они сами перерабатывают, дорабатывают, доделают. И повторяя вот эти идеи, они приходят к этому. И надо рисовать не то, как через какие тернии прошли, да не важен путь. Сейчас, когда смотришь вот эти авторов, которые пишут, вы представляете Зеланды или Годдарта, вы говорите, вам не надо представить путь, каким образом будет достигнуто ваше желание. Вы представьте желание и дайте Богу сотворить то, что нужно. Путь не вы выбираете. Пока мы выбираем путь, каким образом у нас будет рай на земле, мы ограничиваем пространство, мы не видим, у нас нет этих инструментов. Понимаете, каждый день создаются в мире новые открытия. Еще пять лет назад мы не представляли, что может искусственный интеллект. Год назад мы только-только начали соприкасаться с этим, а в этом году уже все пользуются, с помощью искусственного интеллекта создаются целые картины серии, недавно увидела, тренинг из трехсот упражнений за считанные минуты создал искусственный интеллект. Чтобы человек сидел, ему надо было бы месяцами, даже не один человек, а целая команда должна была хотя бы три-четыре месяца проработать, чтобы это все сделать. А система и искусственный интеллект моментально прочитал все книги, огромное количество книг, может не все по этой теме, вычленил идеи основные и выписал. Вот вам и получается, что мы не знаем, какими путями, какие завтра новые научные открытия или ненаучные открытия позволят достичь этой цели. Нам важно увидеть эту цель, идеальный мир. Потому что, Дмитрий, мы же не видели раи, мы придумали, что мы пойдем туда социалистическими шагами. Неужели, вот если у нас всех видение рая будет одинаково, ну не все, хотя бы какой-то части, маленькой кучки, одного класса видения лучшего будущего будет одинаковым, а не противоречащим. а противоречие появляется позже, когда появляется зависть, ревность и прочие вещи, задача которых прийти к любви. А если все наполнено любовью, вот тогда и будет рай. Наверное, рай это и есть, когда мы живем не в противоречии. Ну что, пойдем подальше. Где взять материалы, чтобы проводить? Готовы сценарии из книг интернета, это, пожалуйста, помощь искусственного интеллекта и авторских материалов. Сейчас вот в Яндексе появилась такая функция как поиск с нейро. Есть поиск и рядом нейро. Вы называете нейро и тут же искусственный интеллект выдает вам пожалуйста, я написала патриотический сценарий для детского сада и мне предлагают пример видение, клятвы патриотов, рассказы о родине и так далее. Только большая просьба, никаких клятв. Вот никаких клятв, потому что с этим психологи работают очень серьезно. Можно давать обещания ограниченные во времени. Клятвы и да еще со словами всегда это сложная история. Не буду сейчас задаваться в подробности, но не давайте никаких клятв. обещания можно и ограничены только во времени. Вот. Оксана, поделитесь своим раем, своей душей с детьми, они в будущем построят рай для вас. Да, именно. Вот дайте им почувствовать это и вы будете взаимно питаться. Я сказала в начале в первых слайдах, что любовь это самое естественное состояние человека, которое записано в его ДНК. По сути, в идеале так и должно быть. Ребенок рождается в результате любви, любви мамы и отца. В результате этого материалистической встречи сперматозоида и яйцеклетки это тоже акт любви. Акты любви, которые в нас есть. Да, именно это и надо дать. Для того, чтобы сделать музыку, часто мы находим хорошую песню, а нам нужна минусовка, минусовки нет. Друзья мои, искусственный интеллект вам тоже в помощь. Вот активно, ссылка активно, вокал римовер. Даже если в Яндексе набрать удалить вокал с песни, то вы найдете несколько таких сайтов, где можно с помощью искусственного интеллекта удалить. Вы заносите туда песню, нажимаете удалить вокал, искусственный интеллект считывает голос человека и его вычленяет. У вас получаются две линии вокал отдельно, музыка отдельно. Эта музыка есть ваша минусовка, которую можете использовать. Это так, чем отличается на этом сайте только два варианта минусовки, но сайтов в течение дня два варианта, а вы заходите на другие такие сайты и тоже делаете. Можно. Это если бесплатный вариант, а иногда и платный. Вот. по воле человека создает искусственный интеллект из того, что человек дает хорошее и плохое. Да, вот такие программы есть, которые можно сделать. Яндекс и Google помогут вам и с идеями по творчеству, любые, из листьев, из шишек, из палочек, из соломы, из пластилина, из чего угодно. Я почему-то люблю больше природные материалы. Почему? Потому что эти природные материалы можно собрать. Когда мы идем по двору, собираем вот эти шишки, листочки, веточки, то ребенок становится сопричастным с этим. И Виссарион Беленский сказал такую фразу. «Всякая благородная личность глубоко осознает свое кровное родство, свои кровные связи с Отечеством. Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом». То есть, если наши дети что-то начинают делать, представлять, а потом это рисовать и делать что-то для Родины, это уже есть Родина. Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит и человечеству. И, конечно, сейчас в разных городах делают люди разные вещи, которые идут в зону СВО для помощи наших солдат. И здесь дети тоже могут какие-то вещи делать. Ну, например, у нас собирают консервные кружки, сдают, чтобы из них сделать какие-то мобильные интересные вещи. И когда полезные вещи, и всегда можно что-то такое делать, и человек становится уже делом, проявляет свою любовь к своей Родину и поддержку. Это здесь поддержка, а когда ты поддерживаешь, ты чувствуешь сопричастность. И слова Сенеки, не русского, но древнеримского философа, любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя. Да, наша Родина это своя. Дети рано или поздно становятся похожими на нас. Если вы сами умеете делиться солнцем внутри вас, то и дети смогут так же. Абсолютно согласны, Оксана. Да, поэтому внутри себя сделайте ревизию своих идей, если есть какие-то сомнения, найдите те грани, те грани своей Родины, в котором вы абсолютно уверены, в котором вы чувствуете абсолютную любовь к истории, связанная культура, это искусство, наука, да прямо мой двор, мой домик, мой город, люди, которые проживают, найдите то, что для вас ценно и в чём вы абсолютно согласны внутри себя и поделитесь этой любовью с детьми, они почувствуют и будут перенимать. Ну что ж, друзья мои, на этом я заканчиваю вот своё сегодня выступление. Надеюсь, было интересно и почерпнули какие-то вещи. Технических материалов я меньше дала, потому что технические вещи у вас достаточно. есть, у вас огромные библиотеки. Меня призывало вас немножко подумать о глобальном. Да. Давайте не будем думать о расплате. Вот. Давайте думать о прощении. и о любви. Ну что ж, друзья, благодарю вас. До новых встреч. И приглашаю Татьяну Викторовну, она расскажет вам, как приобрести сертификаты и анонс следующих мероприятий. Татьяну Викторовну, один и второй тэнк. Продолжение следует...